Ты живёшь по инерции Пробки, работа, знакомые маршруты, удобная обувь Каждое утро ты сливаешься с толпой Пока не наступит час Икс День, который нужно встретить готовый на все сто И выглядеть великолепно Но что делать, если на подготовку остались ровно сутки? Мы знаем, кто тебе поможет Успеть за 24 часа модное шоу на СТС, где сбываются мечты Стилист Александр Рогов и его команда за сутки перевернут твою жизнь Только здесь офисная скромница может превратиться в R&B звезду Домохозяйка в диву итальянского кино А воспитательница детского сада Фам Фаталь Всего 24 часа и самая обычная девушка станет той, которой оборачивается вслед Всем привет! С вами Александр Рогов и вы смотрите модное шоу Успеть за 24 часа на канале СТС Наша сегодняшняя героиня Женя в Москве чувствует себя иностранкой Она выросла за границей и лишь недавно вернулась на родину А вместе с ней эмигрировали джинсы и безразмерные толстовки Как ей выжить в условиях жесткой конкуренции со здешними красотками? И почему убежденная вегетарианка боится столичных хищниц? Не будем терять времени, едем за Женей Женя Чупрова на родном русском говорит с акцентом Школьницей она вместе с родителями переехала в Канаду А спустя 12 лет вернулась в Москву и устроилась на работу Женя мечтает остаться здесь навсегда Вот только чувствует, что за русскими девушками ей не угнаться Когда я приехала в Россию, я начала комплексовать по поводу своей внешности В Канаде меня совершенно это не беспокоило Я считала, что я выгляжу нормально Но когда ты приезжаешь в Москву, ты понимаешь, что здесь совершенно другой уровень И мне стало очень плохо Женя, что называется, почувствовала разницу В Канаде и на вечеринку она спокойно могла отправиться в джинсах и толстовке А в Москве даже в метро чувствует себя не в своей тарелке Потому что каждый день видят там ухоженных и модных девушек На каблуках красиво одеты Если это зимой, то это в таких шубах, которые я, наверное, никогда не видела Если это летом, то это в таких шикарных платьях Все время аксессуары, макияж, волосы сделаны Я не понимаю, как они это делают Завтра уже неволнительный вечер Спустя несколько месяцев разлуки в Москву прилетает ее канадский бойфренд И больше всего девушка боится, что при виде русских красавиц Ее парень просто потеряет голову Я очень нервничаю по этому поводу Так как здесь много богинь вокруг меня И хотелось бы быть на ихнем уровне хотя бы Сможет ли Александр Рогов превратить канадскую простушку в московскую модницу? Узнаем через 24 часа Привет! Привет! Как дела? Очень хорошо Добро пожаловать в шоу «Успеть за 24 часа» Спасибо Ладно, будем разговаривать по-русски Я тебя поздравляю, ты стала участницей модного эксперимента канала СТС «Успеть за 24 часа» прямо сейчас Едем в мой офис По дороге расскажу о правилах программы А в офисе уже обсудим и твой повод, и вообще зачем пришла Окей! Так, пожалуйста Тебе нужно отдать мобильный телефон Да? Ну ладно Он будет у меня, я не хочу, чтобы ты вообще с кем-либо связывалась Во-вторых, мы везде закроем зеркала В-третьих, ты не ночуешь дома, я забронировал гостиницу И в-четвертых, у меня и моя команда есть ровно 24 часа на твое преображение Засекаем время, время пошло Что происходит сейчас такого в жизни Жени, что она недовольна собой и вообще хочет поменяться? Ну, когда приезжаешь в Россию, ты понимаешь, насколько здесь девушки выглядят по-другому Тут просто красота Как ты одевалась в Канаде? Расскажи мне, вот утро, Женя проснулась, что происходит? Смотря куда я дальше иду Ну, что-то обычное, но я не знаю, ты куда ты идешь? Пошла на урок в университет Выпила ручку кофе, умылась и пошла Натянула джинсы Да, джинсы, майку, какие-то тапки У нас можно в университете встретить девочек в пижаме, девочек с волосами, которые никогда не были причёсаны И все себя нормально чувствуют Утро девушки в России Ой, я даже не представляю На два часа раньше Она сделала прическу Потом она себе сделала мейкап, нарисовала стрелки или смоки айс Естественно, она надела туфли на высоком каблуке или положила их себе в сумочку Но, на самом деле, я говорю теоретически об идеальной девушке, но не все так делают Но иногда это делать всё-таки нужно Я этого и хочу, к этому надо и стремиться Тебе действительно кажется, что ты так никудышно выглядишь? Да У меня постоянно на работе говорят, как я ужасно одеваюсь, как мне надо что-то изменить в себе И я вижу, что у нас в офисе ходят девушки, ну просто, ну они красотки Это, на самом деле, такой удар по самооценке Мне очень тяжело с этим жить Но ты можешь выглядеть лучше Понимаешь? Да Тогда прямо сейчас переоденься, пожалуйста, в тот наряд, в котором ты без моей помощи бы отправилась на встречу со своим другом Окей, отлично Жду тебя здесь Далее в программе Жень, ну это же кошмар какой-то Почему Александр будет неприятно удивлён? Первый раз у нас такая примерка в студии происходит Я понимаю, всё нормально уже Да ты стоишь как в шарнирах, у тебя просто сейчас уже нервный срыв, мне кажется Да, будет Какое испытание устроит он своей подопечной? Женя не знает, что будет происходить Девчонки, заходите Жень, ну это же кошмар какой-то Зачем? У тебя такая пышная грудь, бёдра, талия на месте И этого ничего не видно, потому что сверху просто вот этот шёлковый мешок Ну а зачем? Показывает Так если это есть, это надо показывать Ножки-то какие стройные Как бы его совсем нельзя как-то перевернуть Нет, смотри, ну во-первых, оно должно быть короче Окей Подожди, подожди, подожди Посмотри Ну длина, ну хотя бы вот так Ну чуть-чуть повыше Чего ты боишься на примерке завтра? Я вижу, что ты просто сейчас уже в каком-то потерянном Что-то суперсексуального, что-то такое, что да, трусы и лифчик Ходи, показывай свои достоинства Да, я очень часто предлагаю только трусы и лифчик Я как бы не готова ещё к этому Первый раз у нас такая примерка в студии происходит Что тебя смущает? Рассказывай Да ничего, всё нормально уже Да ты стоишь как на шарнирах, у тебя просто сейчас уже нервный срыв, мне кажется Будет Ну ты понимаешь, что нам с тобой придётся бороться с твоими комплексами? А если я не хочу что-то примерять, может быть такое? Нет Я не могу не примерить? Нет Даже если мне очень не захочется Но в крайнем случае сделаем исключение и пойдёшь в своём платье на своё событие Ну ладно Ну что, Жень, я думаю, я тебя достаточно напугал Ты поняла, что завтра тебя ждёт что-то экстраординарное Но всё-таки я хочу, чтобы после нашей программы ты могла каждый день выглядеть великолепно Поэтому я организовал для тебя профессиональный мастер-класс Проведёт его Андрей Арбузов, официальный визажист Макс Фактор в России Мне очень нравится, что Андрей всегда не просто следует трендам, но и предлагает собственные креативные решения Андрей, привет! Спасибо, что пришёл Знакомься, это Женя Очень приятно Очень приятно Работайте, скоро вернусь Сегодня я предлагаю сделать макияж с ярким цветовым акцентом Для лица я буду использовать тональную основу Facefinity All Day Flawless Это праймер, консилер и тональный крем в одном средстве Для ресниц рекомендую использовать тушь Clum Define Щёточка Anti Clums в три раза увеличивает объём ресниц и не оставляет комочков Ну я вижу, вы уже закончили Андрей, спасибо тебе большое Пожалуйста Жень, макияж, к сожалению, придётся снять В следующий раз своё отражение в зеркале ты увидишь только завтра Ну а сейчас приступаем к преображению Здравствуйте Привет, Саша Привет, Глеб Привет, Света Знакомьтесь, это Женя, моя подопечная Женя, это Глеб Пекли и его команда Они займутся твоей улыбкой Здравствуйте Здравствуйте, Женя Прошу вас Жень, садись в кресло Открывайте, пожалуйста, рожень Как давно были у стоматолога? Меньше года А когда-нибудь отбеливание делали? Нет Феномен Саша, у Жени всё хорошо Это самый белый цвет, который может быть Поэтому отбеливание предлагать не буду Единственное, что мы сделаем Мы сделаем Жене сегодня биогигиену И вернём блеск зубам Так, Жень Я даже не на шопинг сейчас отправляюсь Я хочу тебе подготовить один сюрприз Постараюсь тебя чуть позже удивить До встречи Пока Женя у стоматолога Я решил подготовить ей не новый гардероб А испытание провести, которое мне поможет Актёр сериала «Молодёжка» Женя Кулик Привет, Жень Спасибо большое, что уделил нам время Спасибо, что меня сюда пригласили Очень приятно Ты снимаешься в сериале, который сфокусирован на хоккеистах Девчонки хоккеистов любят? Конечно Я вижу, какими глазами девушки смотрят на этих хоккеистов Я это понял И в машину себе положил клюшечку И теперь каждый раз, когда ко мне, например, на девушках ладится Она такая, ну, клюшка Я говорю, да так, в хоккей играю Ну и, собственно, пользуюсь, так сказать Сложебным положением практически Смотрите далее Что приготовил стилист для своей подопечной Женя не знает, что будет происходить Девчонки, заходите Красивая Красивая Сможет ли девушка выдержать испытания? Как ты думаешь, если бы тебя поставили в ряд с красивыми мужчинами И потом сказали, ну, вот, ты не очень на самом деле Сейчас тебе придется надеть маску И по ходу действия объясню тебе, что мы будем делать Давай Женя не знает, что будет происходить Девчонки, заходите Девчонки, заходите Красивая Красивая Здравствуйте, девушки Здравствуйте Хочу вам представить моего соведущего практически сегодня Это Евгений Кулик, актер сериала «Молодежка» на канале СТС Я хочу провести эксперимент И выяснить, возможно ли с закрытыми глазами выбрать девушку И с открытыми глазами выбрать ее же Жень, сейчас я хочу попросить тебя задать каждой из шести девушек по вопросу После того, как ответ ты услышишь, я попрошу тебя сделать выбор, какая из шести девушек тебе нравится Да, хорошо Распределим номера Раз, два, три, четыре, пять, шесть Начнем Да, хорошо Номер один, да? Да Скажи, пожалуйста, номер один Какой самый нелепый поступок в своей жизни ты совершила, за который тебе было очень-очень стыдно? Ничего себе вопрос Мне было стыдно, когда я не выучил урок, меня взвали в доске Ооо, ну Скойница Да, да, так Пойдем дальше? Идем дальше Номер два Опиши самую запоминающуюся и самую любимую сцену из кино Это, наверное, будет «Титаник», когда они стояли на троем корабля Ну, как у них есть взаимные чувства друг друга, они любят Романтичная особня Любовь Да, любовь Так, номер три Ты попадаешь на необитаемый остров, и у тебя есть возможность взять с собой пять предметов Вот что это будет? Там телефон не ловит, да? Нет Зубная щетка Обязательно Хорошо Так Зубная паста тоже А зажигалка? Я понял, ты возьмешь, наверное, мужчину, который возьмет свои пять предметов для выживания, да? Кстати, хороший был бы ответ, на самом деле Хорошо, номер четыре Ты любишь читать? Да Было бы странно, если бы ты сказала, что не, не, не люблю Тогда назови книгу, которую ты посчитал последнюю Бернард Вербер, Танатонавты А можешь рассказать, о чем она? Господи Нет, 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 то есть это как молитвы? Нет Я же не вижу, поэтому я не вижу, что я хочу... Хорошо, что вы не видите Она о переселении душ Вот так То есть это девушка за душу Так, девушка номер пять Скажи, какое самое любимое место у тебя на Земле и почему? Там, где интересно, там, где можно себя развивать И где это? Такого места нет, оно может быть где угодно Весь мир это и есть, даже может быть луна Так, девушка номер шесть Какой самый смелый поступок в своей жизни ты уже совершила? Я прыгала с парашютом О, я бы не решился, тебе сейчас скажу Ну что, Жень, я хочу попросить тебя выбрать один из шести ответов Мне понравилась девушка, которая считает так же, как и я Что заниматься любимым делом можно в любом месте Девушка номер пять Правда, это девушка номер пять, да Так, девчонки, вам сейчас нужно будет поменяться местами? Так, так, так Ну что, снимаем маску? Да Снимай Жень, знакомься Это девушки, с которыми ты только что пообщался Так Я теперь хочу попросить тебя просто назвать номер девушки от первого до шестого Который тебе нравится больше внешне Ну, я же понимаю, что внешне надо догадать Да, я в идеале Да, то, наверное, за любимое место на этой земле отвечала Это девушка номер четыре Вот эта? Да Ты выбрал двух разных девушек на самом деле А ты выбрал по ответам вслепую девушку номер один? Ага, ну, если честно Ну, может быть, не в обиду девушке номер один Когда я, ну, так вот, визуально сейчас знакомился с девушками Она все время смотрела в пол Ну, она стала Ну, а если сейчас, смотри, Женя улыбается Смотрит Ну, сейчас мы зафиксировали внимание, да Я вот, как бы, теперь рассмотрел Да, девушка Можно я попрошу девчонок покинуть студию? Жень, ты останься, пожалуйста Так, не сихо Девчонки, спасибо вам большое Спасибо Спасибо вам для участия в нашем эксперименте Вы очень все симпатичны Жень Да Как ты оцениваешь результаты эксперимента? Ты же поняла, о чем он был? Ну, да Рассказывай Я поняла, что надо поднимать чаще глаза, наверное Как минимум И на самом деле, Женя, ты говорил про уверенность в себе Да Жень, спасибо тебе большое, что уделил нам время Нам, к сожалению, нужно двигаться дальше Ну, а вы Во-первых, не переключайтесь Досмотрите нашу программу И, конечно же, смотрите сериал «Молодежка» на канале СТС Пока, Жень, мы поехали Всего доброго Прощайся Пока Пока Мавджуда, привет Саш, привет Хочу тебя познакомить с Женей Женя, это Мавджуда, врач-косметолог Она займется твоей красотой Здравствуйте Давай Женя, на кушетку Так, Саш, я предлагаю 3D-омоложение Для молодой кожи Это больше подойдет именно как лечение Сужение пот Ну и плюс ко всему Это подтянутая кожа Цвет лица Выровняет текстура Я тебя оставляю в надежных руках До встречи Пока До встречи, пока Пока Женя у косметолога Я отправился на шопинг Я очень хочу, чтобы женственные вещи Получили, наконец, вид на жительство В гардеробе моей подопечной Итак, Женя, находясь в России Чувствует стилистический диссонанс Естественно, ведь привычки в одежде Которые у нее сформировались Здесь совершенно не актуальны Я хочу подобрать для Жени образы Которые будут адекватно смотреться В нашей действительности А за основу я возьму стиль британки Кейт Мосс Комфортные повседневные вещи С чем-то странным и сексуальным Вот такой городской кэжуал-шик В этом сезоне в моду вернулась Одна из моих любимых вещей базового гардероба Классическая блуза С бантом Я бы, конечно, мог подобрать для Жени Непрактичную белую блузу С летящим вот таким бантом Но мне хочется, чтобы ей было комфортно А ничего комфортнее джинсовой рубашки Еще не придумано Можно носить ее с джинсами клеш И вот такой сумкой с бахромой Смотрите, получится суперактуальный образ В стиле 70-х Но и потом, когда тренд сменится Такая рубашка вам послужит, возможно, не один сезон В качестве универсальной вещи на каждый день Которую можно носить хоть с юбками, хоть с брюками В общем, экспериментируйте Хоть Женя этого и боится, я намерен подчеркнуть ее сексуальность Справиться с этой задачей мне поможет длина мини Предложу нашей героине мини-шорты Только не надо путать такие шорты с пляжными Эти сидят высоко на талии Полностью закрывают попу И выглядят очень нарядно Благодаря белому цвету и вот такой атласной оторочке Все, что им нужно в случае Жени Пикантное сопровождение Это может быть, например, пикантная сумочка Вот такая шелковая блуза И туфли на высоких каблуках Я хочу удивить Женю и показать ей Что иногда она может позволить себе Быть чуть более нарядной, чем привыкла Да и к тому же, если эти шорты она выберет Она сможет в любой другой ситуации надеть их Да пусть даже вот с таким объемным вязаным свитером Будет очень красиво Вы сейчас будете смеяться, но я считаю Батфорты практически универсальной вещью базового гардероба Если вы чувствуете в себе смелость носить батфорты Я объясню, как это делать Батфорты мы носим с тем, что к ним, по идее, не подходит Это может быть, смотрите Вот такое милое платье в цветочек Объемный свитер Либо такой яркий, может быть, серый Или банальная джинсовая рубашка Понимаете? Получатся классные и невульгарные образы А вот юбку из пандекса, юбку-резинку, бра, кроп-топ С батфортами лучше не надевать Я думаю, вы понимаете, почему Другие советы по стилю и новости о главных трендах сезона Ищите в журнале Космополитен Ну а я доволен своим шоппингом Еду за Женей Надеюсь, она не очень испугается Мавджуда, что ты натворила? Да, это такая процедура немного агрессивная Женя, ты не представляешь, как ты сейчас выглядишь Вот в такой маске Красная, как помидор Мавджуда, насколько я понимаю, это кратковременное покраснение Все сойдет Да, конечно Это специальная маска, она как раз таки успокоит Обладает антисептическим свойством Так что завтрак утра уже будет, кожа абсолютно спокойная Хорошо Женя, теперь ты рассказывай о своих ощущениях Все нормально, уже я даже себя чувствую как помидор Гладкой Сейчас помидор практически Зато завтра ты будешь выглядеть просто великолепно Потому что твоей красотой мы занимались в GMT клиник Клинике немецких медицинских технологий Здесь решаю даже очень сложные вопросы эстетической медицины Применяя прогрессивные мировые методики Вот так Супер Сейчас Мавджуда снимет с тебя маску, шапочку и пойдем в гостиницу Хорошо? Спасибо большое Пожалуйста Жень, ну что, перед тем как нафиг Для начала начать наш разговор хочу дать тебе один полезный совет Сделай три простых шага для победы над акне Очищение, лечение и увлажнение С помощью препарата Базирон и новой косметической линии Базирон Контрол Базирон может помочь тебе быстро избавиться от правления акне, прыщей А Базирон Контрол правильно ухаживает за проблемной кожей Держи, это тебе Спасибо Давай поговорим вот о чем Мы провели с тобой эксперимент Какие у тебя ощущения? Ну как ты думаешь, если бы тебя поставили в ряд с красивыми мужчинами И потом сказали, ну вот, ты не очень на самом деле Да, конечно, мой ответ понравился Но то, что я выгляжу как полностью Но ты понимаешь, что ты, придя к нам в программу Сама в подсознании своем себя поставила в этот ряд Я понимаю Я просто все это визуализировал Я просто говорю, что это было жестко Это был удар Я видел Это было по лицу Но я видел, что тебе было дискомфортно И тебе было неприятно, что тебя сейчас выбирают Да Прости меня, пожалуйста Но очень важно, что ты себя почувствовала, наконец, в этом ряду Почувствовала, что это действительно неприятно И готова работать Да Окей Супер Давай До завтра Пока Далее в программе Как примерка превратится в модную дуэль Баба-начальники Ну это очень модная баба-начальники Как будто бы я совершенно голая Ты жертва стереотипов Я даже злюсь немножко на тебя Я вообще отказываюсь с тобой разговаривать И захочет ли Женя пойти на свидание в собственном платье Женя, привет Как дела? Как спалось? Хорошо, очень Проходи позавтракаем Женя, я тебе, конечно, скудный завтрак организовал Но, честно скажу, у меня просто фантазии Не хватило, я знаю, что ты вегетарианка Решил предложить тебе простой йогурт Жень, я на самом деле абсолютно всеяден Поэтому ты меня, пожалуйста, строго не суди Тем более бьюти-секрет, который я тебе сейчас открою Тебе будет особенно полезен Утро необходимо начинать не только со здорового завтрака Но и с правильно подобранного витамино-минерального комплекса Дуавит для женщин, созданного специально для представительниц прекрасного пола В его состав входит кальций, биотин и антиоксиданты Благодаря которым кожа будет сияющей, а волосы роскошными Ведь внешнее преображение начинается изнутри И это, я думаю, ты понимаешь Ну а сейчас ешь йогурт и поедем на пример Снимаем маску Интересно Особенно вот это вот как-то как шторка выглядит Какой-то фонтан Моды Нелепости А вот эти вот бутсы Это как бы Я пойду на Тверскую Я не знаю, где стоят эти девушки сейчас Но раньше я помню, на Тверской стояли Ладно, Жень, я хочу все тебе объяснить Заставить тебя все примерить Вижу, что ты испугана сейчас, но мне кажется, в конце нашей примерки мнение твое слегка поменяется Жень, к сожалению, на данный момент ты поняла меня не совсем правильно Я тебе не предлагаю надеть бюстье, короткие шорты и ботфорты Здесь, конечно, получился бы образ, как из фильма «Красотка» В самом начале, ты помнишь, да, Джулия Робертс? Я хочу насытить твой гардероб, но слегка сексуальными вещами все-таки Но я хочу, чтобы ты попробовала Потому что ты та девушка, которая без моей помощи говорила бы, дальше нет Нет ботфортом, нет платья бюстье, нет вот такой блузи Давай попробуем Мы попробуем Хорошо Да Ну и к тому же, на самом деле, я помню про твое платье И в конце примерки мы решим, с чем твое платье тоже можно было бы надеть Хорошо? Да Ну давай, выбирай, с чего начнем В серединке Ну что, коктейльное платье? Да Я не упала Я вообще отказываюсь с тобой разговаривать Потому что такие ноги не скрывают в мешковатых джинсах И такие руки не скрывают в мешковатых рубашках Ну я чувствую, что такая объемная юбка Вообще не переживай, ты видишь себя сверху Естественно, ты видишь здесь объем, тут объем, тут объем Ничего не видишь, я вижу тебя с другой точки Ты выглядишь потрясающе, не баба-начайник вообще Баба-начайник Ну это очень модная баба-начайник Как будто бы я совершенно голая Если бы я не знал, что ты чего-то там смущаешься Я бы подумал, что ты так вообще одеваешься каждый день Понимаешь? Просто для меня это как бы на каждый день Нет, это не на каждый день Мы тебя готовим к событию Я хочу, чтобы сегодня вечером твой друг после долгой разлуки Увидел тебя другой И сказал, что он тебя такой никогда не видел Чтобы мы его удивили и тебя, чтобы мы удивили Понимаешь? Да Ну что, с этим платьем разобрались? Да Баба-начайник Двигаемся дальше Двигаемся, что выбираешь? Бадфорты с кожаной юбкой или шорты? Бадфорты мы не последние оставим Вот Торку давайте Ну что, красная штура, рассказывай Ну туфли немножко как ласты сверху, тем более смотрятся Но блестящие Но удобно Так Хотя бы Кажется, что немножко вентиляция сзади очень Потому что шортики широкие Да, такая Но они очень приличные Это городские шорты Не думай, что я тебе предлагаю шорты пляжные Они прикрывают попу Ничего криминального не видно Все очень хорошо Я почему-то думаю, что выгляжу я в этом ужасно Я вот представляю себя Я посмотрела бы на себя сейчас в зеркало Я бы сказала О май гад Ни за что Но Сами ощущения На самом деле То, что вроде как прикольно Ты понимаешь? Я нет Женя Потому что это очень странно В голове не укладывается Как может быть два таких ощущения Которые во мне сейчас живут Женя Ты говоришь то, что я надеялся от тебя услышать Что ты чувствуешь себя в этом хорошо Да, но они нехорошо для меня выглядели на манекене Но что в них не так? Не знаю Какие-то оляпистые цвета Что это? Я не знаю Это не то, что я вообще на это бы никогда не посмотрела Жень, зато заметь Как сейчас органично ты поправила рукав Да Взяла просто между делом Засочила рукава и продолжила Понимаешь? Ты жертва стереотипов Ты привыкла к конкретным вещам Да, возможно Сейчас тебе сложно себя представить в этом Но я тебя уверяю Это выглядит потрясающе Я хочу зеркало Я хочу в этом убедиться Зеркала не будет Я тебя предупредил об этом еще вчера Предлагаю приступить к примерке следующего наряда Давай в Батфорте Ну да Женя Твой нервный смешок не уместен Не уместен Слушать тебя я вообще не буду Потому что Это потрясающе Это то, что я люблю в женской моде Это и сексуально, и удобно, и комфортно И немножко крейзи Вот все в одном Все, кроме сапог Мне нравится Я чувствую, что я как будто бы в чулках Но которые вот на виду для всех Это не очень приятно Жень Я прекрасно понимаю, что Ты действительно в принципе и должна себя сейчас чувствовать дискомфортно Но то, что вверх принимаешь кожаную юбку Рубашку с бантом Сумку с бахромой Это уже успех Я тоже немножко к этому не понимаю, почему я все это принимаю Я даже злюсь немножко на тебя Потому что Думала, я одену И я не смогу почувствовать себя нормально внутри Но я внутри себя даже чувствую уже как бы Я просто посмотрела на это платье, мне стало плохо Я потом Мне правда плохо Ты вчера в нем вышла ко мне, понимаешь? Вот так Ты еще скромно его одергивала Ну а я хочу сказать, что я не пойду в своем платье Не пойдешь? А почему не пойдешь? Оно ужасно выглядит Оно не лепое Оно выглядит как мешок Глаза-то открылись? Немножко Жень Такое платье можно оживить Во-первых, можно поиграть с вот этим геометричным принтом Смотри, берем туфли В которых примерно то же самое прослеживается Платье стало уже интереснее И Моя любимая куртка-косуха, например Смотри Так Здесь будут вот такие туфли Ты видишь? Платье заиграло Даже ботфорта, который сейчас на тебе Можно надеть с этим платьем Они уйдут внутрь и будут выглядеть как туфли С плотными черными колготками Понимаешь? Да Я хочу, перед тем, как попрошу тебя принять решение Дать тебе один бьюти-совет Идеальный образ складывается из деталей Даже маленькое пятнышко на одежде может все испортить Поэтому на всех своих показах и мастер-классах Я рекомендую девушкам использовать дезодорант-гарнир невидимый Для черного, белого и цветного Он защищает тебя от пота и запаха на 48 часов И невиден на любых тканях и цветах В этом случае вещи всегда остаются идеальными А ты выглядишь прекрасно Рекомендую тебе Спасибо Жень, сейчас ты должна определиться В чем сегодня вечером ты отправишься на встречу со своим другом Ты готова? У-у-у Ну что это будет? Красная штора Платье бабы на чайник Или ботфорты Помни, это эксперимент Выбирай, считаю до трех Если ты мне не скажешь, что выбираешь ты За тебя решение приму я Ой-ой-ой Раз Два Мне надо сейчас сказать? Я к тебе подойду Ты готова? Да Точно? Ну да Я согласен Да, окей Теперь мы вдвоем с Женей знаем, в чем она сегодня вечером отправится на свое свидание Вы, пожалуйста, не переключайтесь, потому что это будет настоящий фурор Ну что, а теперь едем в салон красоты Поехали Смотрите далее, как стилист и его команда продолжат эксперименты Подожди, давай Жене дадим насладиться вот этим моментом Это просто Боялась, что отрежем? Очень Боялась коротко? Очень Жень, была сутка, что мы оставим волосы Понравится ли девушке новый образ? Ты в чем платишь? Не знаю Девчонки, привет Привет, привет Знакомьтесь, это Женя Женя, это Лена Немцева, твой брикмахер Привет Это Оля Романова, твой визажист Здравствуйте Слышите? Небольшой акцентик Женя, на самом деле, год назад приехала из Канады Хочет примерить на себя образ настоящей московской дерзкой штучки Ну мы уже, на самом деле, практически Жене сломали Она уже готова на все Осталось сделать за малым, за волосами и за макияжем Сделаем? Сделаем, конечно Класс, супер Я пойду готовить Хорошо, до встречи Женя, садись в кресло Сейчас узнаешь, что Лена Немцева предложит сделать с волосами Я бы оставила длинные волосы, но очень хочется добавить объема Так, подожди, давай Жене дадим насладиться вот этим моментом Это просто Боялась, что отрежем? Очень Боялась коротко? Очень Жень, была шутка, что мы оставим волосы Ладно, не шутка, я не хочу тебя пугать Правда, оставим волосы, Лена, я с тобой согласен Я еще услышал так между строчек про объем Что значит добавить волосам объем? Либо я сделаю наращивание, либо я добавлю трессы Жень, мы хотим сделать наращивание, но это не наращивание для длины волос Знаешь, когда ходят с каре и нарастили еще 25 сантиметров лишних волос Я с Леной согласен, можно добавить пряди для объема Их не будет видно, и возможно это будут даже не пряди надолго, а это будут пряди, знаешь, на таких защелках, на клеммах Ты сможешь потом убрать Сама 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 Сможешь делать И вот это называется трессы Жень, у тебя очень сухие волосы, им требуется восстановление А что ты мне посоветуешь? Я рекомендую тебе шампунь лошадиная сила, бальзам и тающую маску с гиалуроновой кислотой и вытяжкой из перца той же марки А для реставрационного восстановления я использую уникальный сывороточный реаниматор с кератином Который запечатывает каждый волос и защищает от термического и химического воздействия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лен, потрясающе! Да! Да, я посмотрю все Жень, волосы офигенные! Что в итоге было? Это было наращивание или это клеммы? Это волосы трессы на клеммах Они могут цепляться, когда Жень вздумается Я надеюсь, что Жень после нашей программы все-таки вздумается эти клеммы, эти волосы использовать Потому что я хочу действительно ее удивить, показать ей, что быть красоткой не страшно Ну, я уже очень хочу посмотреть, потому что мне прям даже нравится, как все-таки солнце Но только хочется зеркала Чуть позже увидишь результат Лен, спасибо тебе большое, потрясающая работа Спасибо, Женя! Ну все, до встречи, а мы приступаем к макияжу Оля Вау! Ну, действительно, вау, по-другому даже не скажешь Ну, лицо я не собираюсь перекружать в косметиках Хотя ты прекрасно знаешь, что иногда я делаю тебе сюрпризы Ладно, вы работайте, знакомьтесь поближе Через час вернусь, посмотрю на результат Жень, перед тем, как приступить к макияжу, я хочу дать тебе один совет Для увлажнения в течение всего дня используй утром крем-мусс Мерц-специальский лауроновой кислотой А на ночь я советую тебе крем-мусс с коллагеном, чтобы кожа восстанавливалась во время сна Секрет этих крем-муссов – уникальная воздушная текстура Попробуй, и ты сразу почувствуешь совершенный результат Гладкая, увлажненная и подтянутая кожа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кстати, если вы тоже хотите оказаться на месте Жени, измениться до неузнаваемости, не надо ничего бояться, это абсолютно реально Прямо сейчас отправляйте ваши заявки на участие в кастинге по адресу, который вы видите на своих экранах И, возможно, именно вы проведете самые модные 24 часа вашей жизни с нами на СТС Ну что, Жень, тебе осталось переодеться, и мы отправляемся к зеркалу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее в программе Я сейчас хочу в туалет или что-то Почему Женя будет в шоке? Лицо просто неузнаваемое, я не знаю, как вы это сделали Понравится ли девушке отражение в зеркале? В чем хватит? Не знаю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ранее в программе Женя Чапрова 12 лет прожила в Канаде У нас можно в университете встретить девочек в пижаме, девочек с волосами, которые никогда не были причёсаны И все себя нормально чувствуют Вернувшись на родину, Женя поняла, на фоне московских девушек она явно проигрывает Тебе действительно кажется, что ты так никудышно выглядишь? Да Я начала комплексовать по поводу своей внешности Мне очень тяжело с этим жить Женя обратилась к Александру Рогову Ведь сегодня к ней прилетает канадский бойфренд И девушке просто необходимо быть вне конкуренции Как будто бы я совершенно голая Если бы я не знал, что ты чего-то там смущаешься Я бы подумал, что ты так вообще одеваешься каждый день У стилиста и его команды было всего 24 часа Чтобы помочь Жене преодолеть комплексы Надо поднимать чаще глаза, наверное Как и ум И научить её говорить на языке моды Сама Сама Сможешь делать И вот это называется тре Тре-си Тре-си Остальное ты увидишь сейчас сама Ну что? Ой, я не знаю, если я готова Ты готова? Нет! Да! А, готова! Я сейчас... Нет, я хочу в туалет Или что-то Ну у меня такие просто чувства непонятные Ой, я не знаю Ну это не я Так смотри Нет, ну мне нравятся Такие волосы Нет, шикарные волосы Лицо просто неузнаваемое Я не знаю, как вы это сделали Ладно, ладно Давай рассказывай Как тебе Батфорта на тебе? Нормально Не вульгарно Не так, как я думала Опомнись Ты посмотри Какая ты красавица Вот сейчас даже не спорь со мной Я не спорю Вот Ты потрясающе Красивая девушка Неотразимая Невероятная Ты в чем платишь? Не знаю Ну ты красивая Какая Музыка Музыка Джей, я очень надеюсь, что у тебя получится С этим образом дальше правильно жить Чувствовать себя уверенно Смотреть только вперед И никогда себя не вести больше в жизни так, как ты себя вела на нашем эксперименте Вот так Как девушка, которая не знает, что она хочет Куда она смотрит И куда она потом пойдет Только вперед Только уверенно У тебя все получится Я даю тебе твой мобильный телефон Теперь ты снова на связи Спасибо тебе огромное за участие в нашей программе Иди обниматься Спасибо вам Спасибо тебе Женя человек, который живет на две страны Но сегодня в нашем зеркале Она открыла для себя какой-то новый мир И я уверен, теперь с модой Она будет разговаривать на одном языке Но нам с вами пришла пора прощаться Вы смотрели шоу «Успеть за 24 часа» С вами был я, Александр Рогов До встречи на следующей неделе И помните, мы вас любим А сейчас не переключайтесь Вы увидите, как друг Жени отреагирует на ее преображение Мне жутко интересно Надеюсь, вам тоже Пока Привет Привет Женя, как же давно мы не виделись Да, да, это точно О, боже Выглядишь великолепно Но чувствую себя странно Долго тебя пришлось ждать, ты опоздала Прости, как всегда В московские пробки, да? Да Ну как ты? Я еще не привыкла к новому образу Я тоже Она выглядит молодой и свежо Такая же роскошная, как и большинство московских девушек Даже лучше, чем они Так что, ребята, спасибо за то, что вы ее изменили Я увидел другую Женю Эти 24 часа просто меня трансформировали От кончиков пальцев до кончиков волос Все изменилось И мне, я думаю, до сих пор не очень комфортно с этим Мне надо к этому привыкнуть, ко всему Но я думаю, что это начало какого-то изменения во мне В жизни вообще во всем Смотрите в следующем выпуске Наша сегодняшняя героиня Анна работает в институте красоты Но своим видом делает салону антирекламу Ну а что, говорят, волосы не такие, брови не такие, губы не такие Да, но это не мое, я не хочу так выглядеть Я готов поставить Ане диагноз Горе от ума это называется Аня, я в тебя верю, ничего не бойся Я не могу так прям сразу Ты включила заднюю Да Поэтому я прошу тебя это сделать И тебе это поможет Ты чего стоишь, как будто бы тебя в тиски зажали? Тебе не нравится? Если честно, я не смогу ведь так ходить Вообще никогда в жизни Ань, ну ты меня не слышишь, что ли? Ань, что случилось? Ну что? А что случилось? Ты переволновалась, что ли? Нет А что случилось? Все нормально Что ты плачешь? Ты, наверное, от радости Ну а от какой радости, Ань? Ты чего сейчас ревела? Если ты мне сейчас не ответишь честно Я уйду и я не вернусь Мы сейчас все здесь свернем И закончим В этом доме Продолжение следует...